Выбор подарка это всегда дилемма, правда? Можно подарить что-то формальное, и тут будет важно внимание. Можно подарить что-то от души, и это всегда сложно придумать что-то, что вызовет бурю эмоций. Тут формальные идеи не подойдут, нужно как-то впечатлить и подарить что-то полезное, и оказать при этом внимание. Делюсь секретом. Есть возможность попасть в обе этих цели одним выстрелом. Приготовьте, сейчас я поражу ваше сознание в яблочко. Три, два, один. Подарите арбалет. Их не удивляйтесь, вы же на канале про арбалеты. Любимый человек, не только романтический, конечно же, в целом друг, папа, очень бывшие девушки, консьерж в вашем доме, ну и так далее, будет, по крайней мере, удивлен таким подарком, и в благодарности ему хватит еще на долгие года. Всем привет, это я, Олег, пирхантер, и сегодня расскажу, как выбрать арбалет в подарок своему близкому человеку. А еще монтажер просил записать ему мультикам, так что вот раз камера, вот два камера, вот три камеры и звук даже пишу отдельно, чтобы тебе по полной вкусить эти вот... Короче. Ничто не сокращает дистанцию между двумя людьми, как мощный, красивый и просто крутой арбалет. Это аксиома, которую можно даже не доказывать. Но я все-таки приведу аргументы. 1. Никто не ожидает получить в подарок арбалет, если сам не попросит и, конечно, не скинет ссылку на нужную модель. Да и даже в этом случае человек удивится, что получил именно то, что хотел. 2. Арбалет это весьма уникальная штука. Как те же смартфоны, клепаются на заводе партиями сотни тысяч штук, а арбалеты производятся куда в меньших объемах. Так что именно арбалет это что-то особенное, что будет напоминать человеку о вас в зомби апокалипсис. Ну и арбалеты это механизм, который легко разбирается. Детали меняются. Целый конструктор, позволяющий владельцу совсем уж дать волю своей индивидуальности и превратить оружие в нечто уникальное, мощное и опасное. А встроенный механизм натяжения сетивы, который есть почти во всех моделях Бирхантера, делает такой подарок удобным и для новичка, и для профи. 3. Это арбалет практический. Это и возможность хорошо провести время одному или с друзьями, стреляя по банкам во дворе. И отличный способ разнообразить охоту на дичь размером до медведя. Да и просто полезное приобретение для жителей частного дома, ведь вор может испугаться, если увидит хозяина с ружьем. Но увидев направленный на себя арбалет, он вообще может переосмыслить всю свою жизнь и встать на праведный путь. Если хорошо его попросить, я уверен, что он и забор вам сможет починить. Все-таки Аль Капоне был прав про доброе слово и оружие. Остается вопрос, как выбрать ту модель, что точно понравится человеку. Именно это я и расскажу. Покажу, что можно купить в Бирхантере и поделюсь психологическим портретом жертвы подарка. Ладно, я просто скажу, какой арбалет кому стоит подарить, чтобы все остались довольны. Достаточно для предисловия. Прицелились в Пли. Первый на очереди кандидат в подарки – арбалет Мамбо. Это идеальный вариант первого арбалета, который приобщит человека к культуре стрел, тетив и прицелов. Его сильные стороны. Компактность. Это самый маленький в мире блочный арбалет-пистолет, но если докупить приклад, он превращается в полноразмерную модель. Универсальность. Подойдет как подарок профессионалу для расширения арсенала, также новичку или человеку, который просто будет смотреть на орудия ради эстетического наслаждения. А встроенный механизм натяжения делает арбалет идеальным для знакомства со стрельбой и расслабленной охоты на банке во дворе частного дома. Приятная бюджетная цена позволит подарить этого малыша без ущерба для кошелька, но это скорее приятный бонус, нежели главный плюс. Хотя и тоже весомый. Широкие возможности для кастомизации. Можно менять плечи, оптику, рукоять, приклад, поставить планку, а на нее спереди можно вешать все, что вам захочется. Эта модель изначально полноценная и законченная, но широта возможностей по ее улучшению делает ее прикольным конструктором для фаната стрельбы. Если же вы не хотите докупать по отдельности детали, то можно взять эту же модель, но уже в полной комплектации дополнительного оснащения. Чекните супер мамбу. За основу взята все та же классическая мамба, но к ней прилагаются реально крутые комплектующие максимальные. Это усиленные планки на 120 фунтов, приклад с переходником, коллиматорный прицел, тетивы от Миши Сбродова. Эта модель унаследовала все плюсы мамбы и просто получила развитие. Подходит для охоты на мелкую дичь, развлечения и достаточно выглядит для охраны дома. Двигаемся дальше. Мамба-агрегатор. Это многозарядная модель, построенная на базе классической мамбы. Магазин вмещает 5 стрел и если у вас быстрые руки, вы можете взводить тетиву встроенным механизмом до раза в 5 секунд примерно. Так арбалет превращается почти что в автомат, при этом сохраняя компактность и надежность обычной мамбы. Эту модель можно смело подарить владельцу частного дома, чтобы он серьезным видом обходил свое владение и представлял, как отстреливает вымышленных грабителей. Если же преступник окажется реальным, у него будут реальные проблемы, ведь стрельба не требует от стрелка перезарядки стрелы. Кстати, а вы знали, что название Мамба-арбалет получил от одной из самых ядовитых африканских змей? Думайте. Ну и последний подарочный арбалет из семейства Мамба это Мамба. Fatality. Это полноразмерный арбалет, про который можно сказать, выглядит внушительно, мощно и круто. Из преимуществ размер. Размер решает, такую машину не утаишь в кармане и это и не требуется. При длине до 92 см арбалет остается легким и хорошо лежит в руке, и главное, он взводится в стройном натяжителе, как и все Мамбы, что необычно для полноразмерных арбалетов. Тетива идет со стороны колодки, так что рабочий ход увеличивается без увеличения длины самого арбалета, что делает его еще мощнее. Эксклюзивность. Это одна из жемчужин магазина Beer Hunter. Когда берешь этот арбалет в руки, мир начинает ощущаться по-другому. Такой арбалет отлично подойдет охотнику, любителю спортивной стрельбы, новичку, да и для защиты дома тоже огонь. Один вид махины перевоспитает любого. Ну а если ваш друг не любит выходить на улицу и спускать крючок, то этот арбалет отлично дополнит интерьер и станет звездой фотографии. Хотите вызвать нескончаемую бурю эмоций, дарите Мамбу Фаталити. Переходим к более нишевым моделям. На очереди арбалет Doom от Beer Hunter. Рабочая лошадка для охотников и прочих снайперов. Если ваш знакомый охотится по старинке с ружьем, подарите ему Doom. Подарите ему билет в мир бесшумной охоты. Чем интересен этот модельный ряд? Обратные плечи переносят вес к центру арбалета, отчего держать его во время прицеливания проще и удобнее. Руки не будут отваливаться после минуты на весу и это только благо. Предохранитель делает использование арбалета безопаснее, ведь скорость вылета стрелы на стандартных плечах 310 футов в секунду. А это нехилая такая мощь. Из важных плюсов детали корпуса выполнены из прочного пластика, что делает арбалет легким и теплым. Даже на зимней охоте. Это одна из самых популярных моделей Beer Hunter и самая популярная среди охотников. Это уж точно. Далее идет Doom Military. Модель на базе Doom, но докрученная до предельных мощностей. Рассогнано, так сказать. Дизайн вызывает восхищение даже у оленя. Мощности достаточно для охоты на крупную дичь. В спусковом механизме используется щеточка вместо язычка прижимного, что делает выстрел тише. Мощная оптика, регулируемый приклад, деревянная рукоять. Подарочная коробка заставит человека, которого вы одариваете этим арбалетом, пищать от восторга или довольно гудеть. Идеальный вариант для друга охотника, который достоин дорогих подарков. Окей, навороченный охотничий арбалет, это конечно круто. А что дальше? А дальше еще круче. Арбалет Doom Armageddon доказывает это. Берем уже и так разогнанный Doom Military, делаем его компактнее и добавляем ему встроенный натяжитель тетивы. Получаем бронебойный и быстрый охотничий арбалет для самых изысканных любителей повродить по дикому лесу. Из бонусов Doom Armageddon стреляет трехперыми стрелами. Они лучше стабилизируются, а значит бьют в цель точнее. Если ваш друг любит охоту, но не любит большие арбалеты, есть у нас арбалеты и на этот случай. Beer Hunter Doom Mini. Длина всего 41 см. Вес меньше полутора килограмм, что ставит его в ряд с арбалетами и пистолетами. Он по сути такой и есть. Встроенный натяжитель тетивы полезен на охоте, ведь не нужно носить с собой кучу веревок с крючками, лебедок и всего прочего. А свободные руки на охоте не помешают. Эта модель надежная, как автомат Калашникова. Можно и стрелять, и гвозди забивать, но второй вариант использования я, конечно же, не советую. Ага, а что если человек хочет в подарок мощный, но компактный охотничий арбалет? Да еще и такой, чтобы не нужно было перезаряжать его. Тогда подарите ему Doom Mini-агрегатор. Вот обычно он отличается тем, что у него есть магазин на 5 стрел, который автоматически подает стрелу на направляющую. Натяжение тетивы также осуществляется встроенной системой натяжения. Ну то есть вам надо просто передернуть. Ну то есть вам надо просто взвести арбалет. Ну и у агрегатора в комплект входит телескопический приклад, который делает арбалет идеальным для охоты. Подстраивается под плечо, баланс смещен к центру, так что можно долго целиться. Быстрая перезарядка, маленький, но смертоносный. А что если ваш знакомый не верит в арбалеты? Считает компактные арбалеты игрушками, несмотря на то, что с ними можно добыть 300-килограммового оленя. В общем, считает, что размер важен. Тогда лучше не дарить ему мамбу или дом-мини, а вручить ему хараон. По характеристикам он близок к мамбе, ну чуть-чуть помощнее. При этом выглядит внушительнее благодаря встроенному прикладу, который удлиняет арбалет на 24 сантиметра, или как говорят мужчины, на метр. Стандартные комплектации и собранный хараон напоминает Томми Ганн из фильмов про мафиози начала прошлого века. Подходит для защиты своей территории и дома, ведь крупный размер заставит незваного гостя сложить замок из кирпичей. Для антуража жилища тоже хороший вариант. Сразу чувствуется вкус и статус хозяина. Ну и было бы странно, если бы эта модель не имела своего многозарядного аналога. Так что знакомьтесь, хараон агрегатор. Универсальная модель, которую можно подарить любому человеку. Охотника заинтересует удобный форм-фактор для быстрого прицеливания. Хорошая пробивная мощь и многозарядность, совмещенная с тихой стрельбой. Спортивного стрелка и любителя просто пострелять ради развлечения. Встроенная система натяжения тетивы, сверхпрочные износостойкие материалы, из которых сделан этот замечательный арбалет. Простота в обращении. Новичок в мире арбалетов сможет оценить всю прелесть стрельбы без необходимости долго учиться и приноравливаться. Эстета и человека, который хочет обеспечить безопасность дома, приятный и внушительный внешний вид, от которого в крови начинает бурлить тестостерон. Ссылки на все модели вы найдете под этим видео. Менеджеры Бирхантера помогут вам определиться с выбором подарков. Достаточно просто описать человека. И вам сразу же предложат на выбор несколько моделей с полной консультацией по каждой из них. Так что вы можете вооружиться до зубов в деле выручения подарков, который, ну, невозможно забыть. Казалось бы, на этом можно закончить видео. Но мы не будем спешить. Ведь не обязательно дарить целый арбалет, особенно если такового человека уже имеется. Иногда мелочь может изменить всю картину. Так что сейчас я расскажу про аксессуары и комплектацию, которую вы можете приобрести в Бирхантере. Во-первых, стрелы для арбалета. Без них оружие становится бесполезным. Ну, максимум можно побегать за кроликом, чтобы стукнуть его прикладом или кидать арбалет в цель, как топор. Поэтому подарить любителю арбалета стрелы это хороший тон и всегда полезный подарок. Правда, рекомендую как-то в обход, ну, или прямо спросить, какие снаряды кушает оружие адресата подарка, ведь они различаются длиной, количеством перьев, материалами корпуса. Так что лучше подарить те, которые подойдут арбалету друга, чем первый попавшийся. Как узнаете, просто переходите в раздел магазина Бирхантер и выбирайте. Либо свяжитесь с менеджером, и он вас проконсультирует. Приклады, блоки и усиленные планки тоже могут служить подарком. Правда, тут сложность в том, что их в любом случае должен выбирать хозяин арбалета. Так что сюрприза не выйдет. Блоки чаще всего покупают, когда ломаются родные приклады. Чистая индивидуальная штука. А планки это для охотников, которые хотят увеличить дальность стрельбы и мощность своего арбалета. Вот реально хороший выбор для подарка купить набор тетив. Бирхантер продает авторские тетивы от Михаила Сбродова, к которому обращаются знаменитые спортсмены и охотники со всей России. Почему? Потому что эти тетивы долговечные, улучшают кучни стрельбы и стабилизируют всю систему арбалета. И из приятных бонусов тетивы можно кастомизировать, как вашей душе угодно. Напоследок дам вам две идеи простого и приятного подарка. Если у человека уже есть арбалет от Бирхантера, но хранит он его в спортивной сумке или одной коробке, подарите ему чехол. Это тот аксессуар, который в целом можно заменить и не использовать, но с ним-то жить удобнее и приятнее. Если хотите просто порадовать человека, напомните ему детство или дать возможность тренировать меткость на сроках, то подарите ему рогатку. В магазине есть 13 стальных рогаток, которые стоят одинаково и отличаются только рукоятками. Это приятная игрушка, которую можно найти применение в хозяйстве. Взбивать яблоки с верхушки дерева, отваживать соседского кота от вашей кошки или дистанционно выключать технику. Такие вот идеи для подарков. Похвалите эти идеи большим пальцем или наоборот поругайте их. Пальцем вниз. Ну и подписочку, конечно, это ж золото. Надеюсь, что это видео было вам полезным и вы уже ждете его конца, чтобы перейти на сайт Бирхантера и нырнуть в удивительный мир выбора оружия, подарков своему близкому человеку. Праздники случаются всегда и лучше встречать их в полной боевой готовности. Ну и с подарком. Арбалетом наперевес. Ваши друзья скажут спасибо, когда поднимут челюсть земли после вручения им такого подарка. Ладно. Не буду вас больше задерживать. С вами был Олег, магазин Бирхантер. Спасибо. Всем хороших праздников. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok